Здравствуйте, в студии Дэл Бабич. Это рынки. Смотри внимательно, выиграешь обязательно. Ну что ж, сегодня мы могли бы поговорить на разные темы и еще увидимся, конечно, и поговорим. Но вот главные новости, о которых пишут деловые СМИ. ЦБ разразился-таки, наконец, информацией. Рубль – это основная валюта оплаты российского экспорта. Но вот с точки зрения российского импорта, рубль пока не основная валюта. Может, с этим и связана как раз девальвация рубля. Вышли сегодня данные по Китаю. Разные СМИ и разные информагентства по-разному презентуют эти данные по ВВП. Некоторые инвестдома снижают прогнозы свои по экономике Китая. Мы же отметим, что в годовом выражении экономика Китая выросла больше, чем на 6% во втором квартале. Это ускорение по сравнению с прошлым годом. Правда, квартал к кварталу там замедление. Но что для нас важно, экспорт авто из КНР подскочил лишь на 76%. Естественно, лукавая статистика еще более. Дело не в самих цифрах, а в интерпретации, как это все подается. Министерство финансов – это хорошая новость. Наконец-то не будет публикации котировок Юрлс больше. Прекратят только с 2024 года по соглашению с ценовым агентством Аргус. Собственно, эти публикации как раз и будоражили всех. Не знающие люди их цитировали и потом тиражировали. Что касается истории, которую обсуждают касательно России, то, безусловно, одна газета на В опубликовала статью следующего содержания. Инвесторы меняют голубые фишки на акции второго эшелона, где они взяли интервью у стратега одной известной компании на А. И он, дескать, сказал, что вот меняют эти фишки. А мы поговорим с бывшим главой аналитического отдела одной известной компанией, независимым экспертом Андреем Верниковым, который любезно согласился пообщаться с нами на эту тему. Андрей, приветствую. Спасибо, что не было зрители. Добрый день. Ну что же, мы назовем нашу программу так. Главной темой у нас – это российские акции «Новые лидеры». И действительно, несмотря на то, что некоторые говорят, что теперь сменилась парадигма на российском рынке, а это частично верно, и, в общем, находясь на месте массового инвестора, а я все-таки причисляю себя к массовым инвесторам, мы можем посмотреть на такую вещь. Да, действительно, индекс Мосбиржи отскочил после падения, и за последний год мы видим рост. Но если мы посмотрим на его аналога, только валютного, индекс РТС, там мы видим такое же падение. В гособлигациях тоже много не заработаешь, на депозите ставка небольшая, инфляция у нас 3%. Вроде как ставку будут повышать, но все это, конечно, не позволяет даже сохранить средства. Что касается наших голубых фишек, то там тоже ситуация разная. Вот если мы посмотрим на Сбер, то, по крайней мере, вложившись в акции этой компании еще плюс дивиденды, можно было сократить свои убытки, а может быть даже и как бы что-то заработать. Все зависит от точки входа, точки выхода. Ну и плюс еще, конечно, с дивидендами, без дивидендов. Что еще интересно, акции Сбер и Сбер привилегированные в индексе составляют, ну где-то, по-моему, 15-20% от индексов. А что касается, сколько инвесторов ими обладают, это почти 50%. То есть вот такая дихотомия у нас, и действительно, есть Сбер, а есть все остальные. Все остальные уже не голубые фишки. Вот согласен ли ты с такой точкой зрения? Это уже моя больше точка зрения, а не точка зрения твоих коллег или моих коллег. Что, по сути дела, в чем-то они, конечно, правы, но правы частично. Есть Сбер и все остальные. Я согласен. Как говорит бывший ведущий РБК-ТВ Андрей Сапунов, в рай толпой не ходит. Как только все сели в Сбер, сразу обнаружили сопротивление 250-260. И вот начались проблемы, и люди стали искать по сторонам. Что бы еще купить? Андрей, покажи ухо. С ушами все в порядке. Дело в том, что наш с тобой хороший приятель, бывший, я не знаю, бывший коллега, вы в одной компании не работали, зовут его Александр. Он мне напоминает каждый эфир, буквально, я уже не спрашиваю. Говорит, я свое ухо, в общем, отдал уже на то, что Сбер будет 300 рублей стоить. Но, пожалуй, мы не будем свои уши давать на отсечение. Поговорим вот о тех вещах, которые, может быть, более интересны, чем Сбер. То есть понятно, что в рай толпой не ходят. Здесь с Андреем согласен я. Хорошо он сказал. Даже в том же секторе банковском. Вот посмотрим на Банк Санкт-Петербург. За последние пять лет, насколько он вырос, и насколько вырос Сбер. Разница существенная. Я не говорю о том, что Банк Санкт-Петербург это такая долгосрочная, там суперидея. Но в данном конкретном случае она себя оправдала. И там понятная история, почему он начал расти раньше Сбера, почему он меньше падал, и почему, в конце концов, инвесторы больше заработали в процентном выражении. Ну, просто там и дивиденды, еще и байбэки, да и акцию поднять легче. Поэтому я, в общем, хорошо понимаю массового инвестора, что чтобы сейчас справиться с теми потерями, которые все несут от девальвации рубля, а понятно, что при приведенном выражении, на фондовом рынке, вложившись в индекс, ты ничего не зарабатываешь, ты теряешь. Но немножечко подзаработать можно, конечно, на спекулятивных историях. А другого ничего не остается, по-моему. Ну, во-первых, надо смотреть, есть ли оптимизм какой-то. У каждого человека, когда покупают акцию, он надеется на лучшее. И если она сейчас пробуксовывает, он говорит, ну ничего страшного, у меня долгосрочное вложение, экономика России будет расти, и через три года она еще себя покажет. Вот так. Это не метод Линда Рашки, которая говорила, что вот если ты купил, и какое-то количество дней акция стоит на месте, нужно избавляться. Многие не избавляются, многие ждут себя, как бы успокаивают, что рано или поздно все будет хорошо. Когда у нас говорят про длинные деньги и про долгосрочных инвесторов, мне хочется хохотать, а где вы эти деньги видели? Когда мне говорят про Америку, это люди вообще ничего не знают про американский фондовый рынок. Какие там длинные деньги? Какой там долгосрочный рост? Человек, вот как из того фильма известного, мы с лейтенантом Деном, или лейтенант Ден на все наши деньги купил акции фруктовой компании. И недавно я получил письмо, это про акции Apple, но потом Apple чуть не был банкротом. Microsoft акции тоже падали в несколько раз. Что с Tesla происходило? Нету надежных инвестиций ни в акциях, ни в облигациях. Забудьте об этом, о каких-то долгосрочных историях. Их нету ни там, ни здесь. Вы все спекулянты. А инвесторы только те, кто получает налоговые вычеты. Согласен? Сложно не согласиться. В конце 80-х или начало 90-х бабушки американские покупали широким фронтом. Но они, когда мы говорим об успехах, они зацепили такие акции, как Google или Apple. Ну, неводом. А многие акции не зацепили, многие сгорели. Но зацепили за счет этого, они теперь в шоколаде. А ты знаешь таких бабушек? Я с такими не знаком. Зато я знаком с той бабушкой, которая не зацепила. Как-то в 2002 году мы летели из Нью-Йорка в Россию через Варшаву. И там летела бабушка американская, она в Америке и родилась. Просто летела к своим каким-то дальним родственникам в Польше, потому что у нее оттуда корни. И вот поскольку мы летели, а время, ну, как бы долго, это часов 8, что ли, лететь. Ну, мы разговаривались. У меня была с собой газета с котировками акций. И мы стали проверять. Тогда еще не было такого вот интернета. Дайлап только был у бабушки. У нее какие-то свои леса там в Коннектикуте от мужа остались. И она вот елки продаст каждому Рождеству. А потом на эти деньги надо куда-то вкладывать. Да, вот в акции. И какую бы акцию мы не смотрели у этой бабушки. Все то минус 70%, то минус 45%, то еще с начала года. В общем, бабушка, надо сказать, нордического характера. Она не смущалась. Она сказала, нет, ты знаешь, мой управляющий, он очень умный, порядочный молодой человек. Я ему доверяю. Но вид у нее, я уже не знаю, что она там чувствовала. Так что разные бабушки есть. Вот я лично знаю эту бабушку, которая потеряла кучу денег на американском фондовом рынке. Ну, согласись, наверное, бабушка не совсем правильная. Надо ее поскрести. Потому что нормальная бабушка, она этим занимается и год, и два, и три. Тогда не бывает таких разочарований ужасных. Нет, та бабушка, той бабушке много лет было. Я уверен, что она много лет этим занималась. Мы просто смотрели на падение ее акций, которые были в портфеле с начала года. Понятно, что она занималась. Она не сама. Она доверяла профессионалам свою деятельность. Я думаю, что из очень уважаемой фирмы, вряд ли она, проживая в Коннектикте, а муж у нее еще на самом первом пароходе, дальше пароходов не было, на паруснике припрыл в США. То есть он из таких старых американцев. Сама-то она польского разлива. То есть вновь прибывшая второе-третье поколение. То есть я вот такую историю могу рассказать. Кто мне покажет ту бабушку, которая заработала, я таких не встречал. Мне кажется, это все в раке. Ну, ладно, давай поговорим вот о чем. Есть ли у нас какие-то секторы, на которые стоит обратить внимание? Вот на мой взгляд, знаешь, какие секторы есть? Там, где есть компании малокапитализации на бирже, ну или как бы малоликвидной бумаги. Вот на те секторы нужно обращать внимание. Вне зависимости от того, что там с экономикой происходит или еще. И я таких примеров могу привести множество. Не понял, а как же так? Должна быть какая-то идея до покупки. Как же так я буду грести третий эшелон и отлично знаю, что 2020... Андрей, а идея тебе котировки подскажет? Котировки и график, разве не так? Да, ты знаешь, я думаю, что момент покупки-то уже прошел. И ты правильно сказал в самом начале, что неплохо бы поспекулировать. Я тут поспекулировал на кое-чем, но долго не задерживался. В общем, то есть если кто-то самолет набрал высоту какую-то, да, там 300 метров, уже до безопасности. Кто-то покупал в прошлом году... Ты имеешь в виду девелоперов? Я имею в виду... Акции компании «Самолет»? Потому что наш искусственный интеллект сейчас настроится, уже начнет самолет показывать. Вот, а вообще-то насчет экономики не все так, ну, хорошо. Если так посмотреть, то секвестр бюджета незащищенных статей, который неминуем, да, он приведет к таким, как вам сказать, в уменьшении покупательной способности, мягко говоря. И я бы не покупал с широким фронтом, ей-богу. Ну, нет, я не спорю здесь с широким фронтом. Давай начнем вот с чего. Вот, Баксов и Петербург уже обсудили. У нас есть две известных фишки. И одна, как бы, это супер-супер голубая фишка, не бывает голубей, это «Газпром». А вторая такая, чуть менее голубая, это «Новотек». Но тоже в свое время «Новотек» это было что-то непонятное по сравнению с «Газпромом». А вот со временем стало понятно, что в «Новотек» можно инвестировать. Ну, это тоже, может быть, не супер какая-то история. Но вот бывают такие вещи, когда акции первого эшелона уходят в третий. Вспомним «Юкос». Если мы посмотрим, 20 лет назад, ой, как ее пиарили, ой, как вот была прекрасная компания. Оказалось, пшик, и нет ее, ничего не осталось. Вспомним «Рао ЕС». Это была вообще единственная бумага на рынке. А где теперь «Рао ЕС»? Нет «Рао ЕС». И теперь все претензии к Ходорковскому и к Чубайсу. Вот, про эти прекрасные компании. Такой менеджмент был прекрасный. По-разному можно судить, но по графику «Рао ЕС» ничего нельзя было сказать. По графику «Юкоса» уже в 2002 году было ясно, что этой компании будущего нет. То есть, ну, по крайней мере, всякое, конечно, бывает. Но теханализ мне это говорил еще в Штатах же он торговался. Там было видно, что график настолько ужасен, что компанию ждет какой-то ужас. Поэтому не говорите мне, что теханализ ничего не подсказывает. Он подсказывал, что с Митчеллом вроде как все будет хорошо. Вот, или сам, с МТС. Ну, кстати, вот что сейчас может подсказать график Яндекса? Или, например, график МТС, где все вроде бы стабильно. И та фишка, на которую все сейчас смотрят, даже те, кто не любит второй эшелон, все равно немножечко прикупили в прошлом году себе позитива. Для позитива. Positive Technologies. Ну, надо сказать, что Яндекс это одна из самых недооцененных фишек. И на прошлой неделе вошла в тройку лидеров по росту. Там плюс 8%. Все на него смотрят. В общем, но... Ну, я не могу сказать. Все смотрят, кроме стратегических инвесторов. То есть, там говорили, что как бы стратеги. То ВТБ отказался, теперь какие-то слухи идут. Может, это, конечно, все слухи. И, извините, дезинформация, что Олег Пьеров вроде как отказался. Но если вот не раскупили, как горячие пирожки, вот есть сомнения, надо ли мне это покупать, если не хочет Олег Пьеров покупать, не хочет ВТБ покупать. Они-то явно больше меня знают. Ты сам сказал в таком, что теханализ себе все подскажет. Ну, вот пускай подсказывает. Это шпарит уже несколько дней. Нет, теханализ мне подскажет, что надо держаться в стороне от этой бумаги. Вообще, даже не смотреть на них. Не то, что никогда, но пока вот упал и не отжался, называется. Да, очень слабый рост. Ну, вот идет восходящий... Это более-менее долгосрочно. А краткосрочно, если бы я был свингером на российском рынке, а у нас в основном много свингеров, я уверен, и в акциях, и в зарубежных, и в российских, то почему бы нет, там, может быть, игра. Но это, опять-таки, игра недели на две. Скажу честно, у меня был что-то время Яндекс. Недели на две с плечом. Закрыл его в ноль, перекрестился, и больше не хочу иметь дело с российским IT-сектором. Андрей, это тоже результат. Это тоже результат. А давай посконное что-нибудь посмотрим. Ну, что нам там, вот Белугу, например. Немножко прибыль упала, продажи выросли розничные, вернее, отгрузки упали, да, продажи выросли на 33% в первом полугодии. А Брау-Дюрсо, вообще летний вариант. Скоро говорят, скоро говорят, Балтика может появиться. Вот как тебе по поводу компаний этого сектора? Перспективно или нет? Уж у нас-то пить никогда не бросит. Не знаю, я как бы не падок на алкоголь. Мне сложно сказать, бросит, не бросит. Ну, если смотреть даже на график, на который мы все время апеллируем, да, момент о покупке уже прошел. Да, согласен. Согласен, прошел. Мы не будем говорить обманом зрителей, и говорим, что можно в любой точке покупать, а ведь просто в ней грыбать. Андрей, Андрей, а мы не хотим зрителей обманывать. Мы здесь, не наша задача зрителям сказать, когда покупать. Мы показываем, что есть истории на российском фондовом рынке, которые работали, и почему они работали, какие признаки у этих компаний. Компания небольшой капитализации. У нее, в принципе, есть какие-то позитивные моменты. Это не такие моменты, что там, вот, там, я не знаю, там, недооценена она. Это не позитивный момент, если она недооценена. Позитивный момент, если она платит дивиденды вдруг внезапно, да, или байбеки объявляет, или прибыль у нее, рост продаж. Вот рост продаж КамАЗа, кто ждал? КамАЗ, казалось бы, ну все, что-то там. А вот вас пряли духом. И мы не будем говорить, почему. Не это важно. Важно, что прет. Вот, и нужно вставать и зарабатывать. Да, и еще маленький нюансик. Я хочу сказать, что я такой оригинальный человек, что я жду укрепления рубля в течение двух месяцев. Как минимум до 85. Что это достаточно негативно скажется на индексе московской биржи. И те, кто хочет купить сейчас акции, в рублях смогут купить дешевле, мне кажется. Андрей, слушай, 85 или 90, да для рубля это вообще не круг. Он за день может, это движение пройдется, а ты ждешь за два месяца. Кому это вообще может быть интересно? Ручки поставим. Ты лучше скажи, какая бумага вырастет. Нам интересно, я бы так сказал, что интерес к любой акции должен ограничиваться минимальной прибылью по ней 100%. Если ваша акция не принесла вам 100%, ну, значит, вы не ту акцию выбрали. Вот Сбер принес 80%, но плюс дивиденды 25%, значит, получается где-то процентов 100%. То есть, на круг мы берем, если в два раза вы увеличили капитал в рублях, это значит, вы обогнали и доллар, и евро, и юань. И в общем и целом вы нормально, ну, немного, но заработали. Вы остались не только при своих, но и в плюс. Если же вы просто купили доллар или юань, ну, считайте, что вы остались при своих. Сложно не согласиться, когда риски зашкаливают на российском рынке, имеет смысл ловить очень большую рыбу. За маленькой рыбой нет смысла охотиться. Да, тут стоит, главное, чтобы брокеры давали плечи, а не резали их. Андрей, спасибо огромное, что нашел время поучаствовать в нашем эфире. Андрей Верников был с нами на прямой связи. Мы обсуждали возможных новых российских лидеров. Искать их, к сожалению, вам придется самим. И поможет вам в этом только технический анализ. Ну, и кое-какие новости от РБК. Больше ничего, никто вам не поможет. Смотри внимательно, выиграешь обязательно. Редактор субтитров А.Семкин